Демографическая ситуация в Ахтубинском районе 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 Данный показатель является отрицательным и в 2012 году имеет наибольшее значение. Причиной резкого увеличения количества выбывающего из района населения является увольнение военнослужащих из ряда вооруженных сил и переезд в другие регионы на постоянное место жительства в связи с предоставлением жилищных сертификатов или квартир. Район покидают не только военнослужащие, уволенные в запас, но и выпускники школ, которые поступают в вузы страны, после окончания которых и редко возвращаются домой. Еще одной из главных причин снижения численности населения является низкий уровень рождаемости, причиной чему служит кризис института семьи. Так, в 2012 году было заключено 517 браков, а число разводов обозначено цифрой 377. Большое внимание в докладе было уделено и здоровью населения, на которое влияют и условия труда, и финансово-экономическое положение, и ухудшение экологии. В 2012 году продолжилось проведение дополнительной диспансеризации граждан. Из числа осмотренных 75% составляют лица, нуждающиеся в дополнительном обследовании или лечении, а практически здоровые люди составляют лишь 11,7%. Я просто знаю по нашим учреждениям, которые мы говорим, кто 5 лет не было у врача, кто 10 лет не был у врача. Давайте такую, может быть, устрашающую передачу, чтобы пугать людей, чтобы они в первую очередь шли на медосмотре. То есть та первая форма, где еще можно выявить на той стадии, когда еще поддается лечение. Озабоченность заместителя главы районной администрации по социальным вопросам вполне понятна. На диспансерном учете по онкологическим заболеваниям состоит 959 человек. За 2012 год при диагностических исследованиях выявлено 274 случая онкопатологии. Такие заболевания лечатся только на ранних стадиях. И важно, чтобы люди обращались к специалистам вовремя. Члены комиссии не только приняли информацию к сведению, но и настоятельно рекомендовали врачам Ахтубинской центральной районной больницы принять участие в телеэфире, посвященном вопросам онкологии. К другим темам. Госавтоинспекция продолжает вести бескомпромиссную борьбу с пьяными водителями. Для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий отделом ГИБДД по Ахтубинскому району в городе на протяжении двух недель проводились профилактические мероприятия в рамках операции «Пьяный водитель». В результате полицейские выявили троих нарушителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Водитель трезв, может ехать. Ноль промиллей с учетом погрешности прибора – это и есть допустимая норма алкоголя в организме водителя. Любые другие показания могут повлечь лишение прав за пьянку. Такой смысл изменения закона, вступивших в силу в 2010 году в России и неизменно действующих до настоящего времени. Разговоры о возврате допустимой нормы алкоголя пока что так и остаются лишь разговорами. А вот сель Ахтубинский автомобилист и соблюдает сухой закон, выясняли сотрудники ГИБДД. Данное мероприятие проводится в целях профилактики и снижения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. По итогам двух месяцев 2013 года на территории города Ахтубинской района зарегистрировано два ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. Это мероприятие проводится неоднократно на территории района. Проверяются все автовладельцы. Профилактический рейд «Пьяный водитель» проводился в течение двух последних недель прошлого месяца – понедельник и пятницу, с пяти часов вечера до одиннадцати часов ночи. Инспектор Айгуль Аляева отметила, реакция Ахтубинцев на проверку трезвости была в целом положительная. Большинство водителей к акции отнеслись с пониманием и одобрением. В этом убедилась и наша съемочная группа. Это очень нужное мероприятие, потому что пьяные за рулем – это преступники, считаю так. Стоит отметить, что в рамках проводимого рейда водитель не вправе отказываться от экспресс-тестирования. Это станет основанием для проведения полноценной проверки на опьянение, избежать которой можно будет только лишившись прав. Поэтому дуть или не дуть – в данном случае не вопрос. В случае отказа от освидетельствования на данного гражданина будет составлен протокол об отстранении от управления транспортным средством и в изъят водительского удостоверения передан материал на рассмотрение в суд. Такое же наказание понесли и нарушители. По итогам рейда трое Ахтубинских водителей были задержаны стражами порядка в состоянии алкогольного опьянения. Теперь нечистым автовладельцам может грозить лишение прав на срок от полутора до двух лет. Сотрудники госавтоинспекции обещают, такие профилактические акции будут проводиться чаще, но о них население предупредяет заранее, чтобы каждый водитель понимал, что в один прекрасный момент он может подвергнуться проверке на трезвость. В продолжение темы. В прошлом году, в конце октября, на трассе Волгоград-Астрахань в районе Батаевки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. В темное время суток люди пытались перейти дорогу и попали под колеса автотранспорта. На следующий день после аварии было возбуждено уголовное дело, расследование по которому уже завершено и передано в суд. В октябре месяце 2012 года было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение водителям, управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть одного и более лиц. В данном случае повлекшее за собой смерть трех лиц. На данный момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В рамках уголовного расследования были проведены три медицинские экспертизы и две автотехнические экспертизы, по заключениям которых была доказана вина водителям. Час пятая статья 264 предусматривает за собой лишение свободы до 7 лет и с лишением водительского удостоверения до 3 лет. Данная статья относится к тяжкой категории, поэтому будьте внимательнее. Символом вечного движения и творческого поиска ахтубинские дизайнеры выбрали колесо. Выставку, посвященную дизайнерским работам учащихся в филиале Астраханского художественного училища техникума имени Власова, художники оформили необычно. Центральной фигурой инсталляции стал старый добрый велосипед. А вот идеи молодых дизайнеров дышали новизной и креативными находками. В этом убедился наш корреспондент Владислав Лихварь. Дизайн – это мир красивых вещей, рукотворно созданных человеком. Рассказать о них, конечно, можно, но лучше один раз увидеть. С этой целью на выставку, посвященную дизайнерским работам учащихся филиала Астраханского художественного училища техникума имени Павла Власова, и прибыла наша съемочная группа. В концертно-выставочном зале Муза выставлены макеты разных павильонов, культурных центров, комплексов, зданий. Благодаря работам Кати Пасечник, Татьяны Дробот, Александры Середкиной, Галины Калачевой, Кристины Политанской и других студентов мы можем заглянуть в будущее, увидеть, в каком мире мы, наши дети, будем жить уже в ближайшее время. Преподаватель Ольга Баркунова считает, дизайнер – это одна из современных востребованных профессий. Главная задача дизайнера среды – это украшения и создание комфортных и красивых условий вокруг себя. И этому мы обучаем в нашем факультете при помощи таких предметов, как пленэр, проектная графика, дизайн проектирования, компьютерный дизайн. Это еще не весь перечень тех профессиональных дисциплин, которые мы изучаем. И заведующая филиалом Алена Ануфриева о будущих дизайнерах тоже сказала немало добрых слов об их очень нужной творческой профессии и вручила выпускникам, участникам выставки, благодарственные письма. Оксана Адолина, заместитель начальника управления культуры за успешную подготовку студентов к выпускным экзаменам от имени главы района Виктора Ведищева, вручила преподавателю отделения дизайн Ольге Баркуновой почетную грамоту, а ее ученики признались в любви к профессии, которую полюбили во многом благодаря своему наставнику. Творческих успехов пожелала студентам училища, преподавателям и заместителям главы администрации района. Творческих успехов пожелала студентам училища, преподавателям пожелать, ребята, чтобы вы вернулись к нам в город, особенно дизайнеры. Смотрите, нам нужно как город, так и район наш украшать, принимать какие-то новые решения. Нам не хватает сейчас вашего молодого современного взгляда. Не обошелся вечер без участия звезд Ахтубинской эстрады. Владимир Каширский подарил всем одну из любимых им песен. Гостей на выставке было много. Среди них преподаватель детской художественной школы города Знаменск Андрей Губин. Две недели назад студенты Ахтубинского училища и художественной школы с передвижной выставкой посетили их учебное заведение и пригласили коллег к себе, гостя. Мы были наслышаны об уровне этих студентов, приехали посмотреть. Очень, конечно, креативно все сделано. Подход очень творческий и современный. И думаем, что наши дети заинтересуются поступлением. Были и гости из поселка Верхний Баскунчак, где уже 15 лет работает филиал Ахтубинской художественной школы имени Петрокотова. Директор Верхний Баскунчакской художки Алексей Крутиков считает, не зря привез ребят. В настоящее время профессия дизайна очень востребована. И пример тому, выпускники нашей художественной школы, закончив филиал Астраханского художественного училища здесь, в настоящее время работает в Москве Синицына Татьяна, которая в данное время занимается дизайном костюмов, Петрукова Юлия. В настоящее время учится в Москве по рекламе и уже самостоятельно работает. То есть наше училище, наш филиал дает, скажем, хорошую базу ребятам для поступления в другие высшие учебные заведения. И два слова про велосипед на центральной стене концертно-выставочного зала, у которого состоялось много фотосессий в этот вечер. Ольга Баркунова накануне дала задание выпускникам. Завтра вы, дизайнеры, творите, оформите интересный зал из подручных средств. И они успешно справились с заданием. Алексей Пилипчук нашел в сарае у деда разобранный велосипед. Остальные ребята тоже принесли кое-что из бэушных вещей. И выставки с центральной инсталляцией велосипеда название дали «Колесо», что значит символ труда, изобретательности человека, вечного движения. И выражается это одним словом – дизайн. Вчера во всем мире отмечался День здоровья. В этом году его темой была выбрана гипертония. Как известно, высокое кровяное давление повышает риск развития инфаркта, инсульта, почечной недостаточности и может даже приводить к слепоте. Гипертензия развивается у каждого третьего, но ее можно предотвращать и лечить. Привлечь внимание к проблемам самочувствия и здравоохранения, инициировать проведение совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей – этой цели и служит проводимый ежегодно День здоровья. Гипертония, выражаясь простыми словами, это когда кровь давит на сосуды, а они от этого изнашиваются. Причем поначалу все происходит без ярких симптомов. Мало ли, голова побаливать начала. Это же не повод сразу бежать к кардиологу. Так думал Павел Кардаев, пока не прошел медосмотр. Оказалось, все дело в повышенном давлении. Инфаркт у меня был, я даже и не знал. Мне здесь сказали. Я просто не попал на УЗИ. Вот сейчас мы проходим комиссию от организации. Вот опять сказали, кардиограмма не в порядке. На тонометре кардиолога стрелка показала 180 на 90. Пациенту тут же назначили инъекцию в процедурном сосудорасширяющего и прописали кардиологическое обследование с последующим визитом к сердечных дел специалисту. Сейчас в районной поликлинике пациентов-сердечников принимает молодой доктор Наталья Батракова. В свою работу молодой специалист влюблена. Поэтому и отношение к больным доброжелательное и сердечное. В медицинский пошла, чтобы помочь маме и бабушке от давления избавиться. Теперь в семье собственный врач-кардиолог, а у пациентов компетентный помощник. Помощь такая в Ахтубинском районе в последнее время требуется все большему числу людей. У нас в городе и по району каждый третий человек практически страдает той или иной степени артериальной гипертензией. Будь это начальная стадия, либо это появление единичных повышений артериального давления, либо это постоянное стабильное повышение давления. Коварство гипертонии продолжает специалист не только в плохом самочувствии. Как правило, она становится предвестником инфаркта, инсульта и почечной недостаточности. Может также приводить к слепоте, аритмии и сердечной недостаточности. У Людмилы Дубининой гипертония носит характер локального заболевания. Сужение аорты ей придется лечить хирургически в областном кардиодиспансере. Там мне аппарат устанавливали, потом определенное обследование провели, кардиограмму сделали. Ну и выявили мою болячку, что причину этого давления. То есть повышается из-за дистрофии аорты сердечной. В нашем кардиоцентре делаются такие операции, как шунтирование, стентирование. Функционирует центр уже довольно долгое время. Пациенты у нас внули очень хорошо, практически выздоравливают, обходятся без таблеток, без препаратов. Практически как заново родились. Сосудорасширяющая терапия требуется не только пожилым пациентам. По наблюдениям врача, артериальная гипертония сейчас значительно помолодела. И причиной тому современный образ жизни. Молодежь целыми днями сидит за компьютерами, ест гамбургеры, запивает пепси. К тому же люди стали меньше двигаться. Стали ездить на машинах, то есть меньше ходить, меньше двигаться. Забыли про физическую активность, что это на первую очередь. Значит, мы советуем это обязательно. Зарядка утренняя, это обязательно физическая активность на свежем воздухе. Будь то просто ходьба, либо это какие-то пробежки, либо это плавание, занятия спортом. Мы рекомендуем снижать массу тела. Уже сейчас считается очень высоким риском это абдоминальное ожирение. Женщина, считается, должна быть объем талии 88 сантиметров, у мужчин 102. Если превышают все это показатели, то, соответственно, повышается риск развития артериальной гипертензии. Итак, если вы хотите избавиться от гипертонии или не заболеть ею, следуйте простым правилам. Двигайтесь на свежем воздухе как можно больше, пейте достаточное количество воды и ешьте овощи, которые действуют на организм, как мочегонная, например, огурцы. А вот от солености, копчености и маринадов лучше отказаться. Они задерживают жидкость в организме и провоцируют повышение давления. Особое нарекание у доктора к алкоголю. Этиловый спирт имеет свойство стойко сужать сосуды, а отсюда и отеки, и гипертония. И еще психологи считают, что подоплека возникновения сердечно-сосудистых болезней кроется в нашей обидчивости и стойком отсутствии радости в душе. Делаем выводы, следим за собой, радуемся жизни и будем здоровы. Вот уж кто максимально застрахован от гипертонией, так это наши спортсмены. Активный образ жизни помогает им не только иметь красивое, бодрое тело, но и добиваться немалых побед. С 26 по 28 марта в спорткомплексе Глица Миничкалова проходил открытый турнир городов России по художественной гимнастике на призы главы Ахтубинского района под названием «Ахтубинская весна». На ковер вышло более 130 гимнасток из Астрахани, Волгограда, Волжского городища и Элисты. Соревноваться спортсменкам пришлось по новым правилам, вступившим в силу с января этого года. Однако это не помешало нашим юным грациям завоевать победное золото и стать призерами турнира. Вдохновлялась выступлениями гимнасток и наша студийная спортсменка Алена Бурковская. Открытый турнир по художественной гимнастике в этом году, по словам участников соревнований, был особенным во всех смыслах. С 2013 года на период нового олимпийского цикла в этом красивом и зрелищном виде спорта действуют новые правила. Пластика гимнастки теперь оценивается дополнительно и может существенно повлиять на общую оценку выступления. Количество движений увеличивается, основной акцент делается на элементы хореографии и музыкальности, что вызвало немало трудностей у спортсменок при подготовке. Программа у нас новая, только что поставили и отработать еще не до конца не успели. Поэтому я сомневаюсь, что хорошо выступлю. Самое главное это нужно собраться. Мы спортсменки, а спортсмены не боятся. Нелегко пришлось самым маленьким грациям, которым было всего 5-6 лет. Впервые оказавшись на сцене, девочки, разволновавшись, порой терялись и забывали движение. Поэтому удачно выполнить упражнение без предмета удалось лишь немногим. Так Мария Нажукова из города Волжский и Ахтубенко Ксения Евдокимова, несмотря на юный возраст, на сцене держались уверенно и с необычайной легкостью выполнили все элементы своего номера. Кольцо прыжок, касаясь прыжок, равновесие с ручкой с наклоном, волна, еще одна волна. Мне девочки говорили улыбаться и стараться. Девочки тебя поддерживали? Соперничество соперничеством, а гимнастки в трудную минуту всегда поддерживают друг друга. Равно как их тренеры и, конечно, родители. Гимнастика – это всегда красота. И посмотреть, как красиво выступают наши дети и другие – это всегда удовольствие. Тем более в таком возрасте, то есть 6 лет, самый такой ранний спорт, очень приятно. На ковер грациозно выходит и замирает гимнастка. А зрители, затаив дыхание, уже гадают, какое зрелище их ожидает. Вместе с началом музыки рождается движение художницы. На сцене кандидат – мастера спорта Маргарита Ибраева, покорившая всех зрителей своим выступлением. В этом году ряды кандидатов в мастера спорта пополнили 7 Ахтубинских гимнасток. Заветные корочки и значки получили Анастасия Каноненко, Анна Родионова, Мария Кубекова, Анна Горянян, Анастасия Панкратова, Яна Карпенко и Евгения Чекинова. Я занимаюсь Фрисой Брагимовной. Это очень хороший тренер. И она добрая. И когда надо, она, конечно, строгая, но это дает хорошие результаты. Я занимаюсь гимнастикой 9 лет. Я выполнила КМС. Да, у меня сегодня ребенок получил звание кандидата в мастера спорта. Мы очень долго к этому шли, готовились. Очень много было труда вложено. Огромное спасибо тренерам Фрюзе Ибрагимовне, Ларисе Ивановне за вложенный труд, терпение. Я очень довольна. Спасибо тренерам говорил и губернатор Старханской области в письменной форме. По его распоряжению тренеру-преподавателю Ахтубинской спортивной школы Фрюзе Верзун вручили благодарственное письмо за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм. Хожу честно, мне это очень приятно. Такие вещи случаются не каждый день. Не секрет, что болельщики и судьи любят ярких эмоциональных, запоминающихся спортсменок, исполняющих выразительные и сложные композиции. Именно они в итоге и завоевывают высокие награды и звания. Несмотря на достойную конкуренцию, нашим девчонкам в очередной раз удалось покорить строгое жюри. Среди самых юных Ахтубинских гимнасток звания абсолютных чемпионов завоевали Алина Ибраева, Тян Ирина и Марина, Ксения Евдокимова, Виктория Алексеенко и Анастасия Канинина. Золотыми призерами были признаны также неоднократные победители всевозможных соревнований. Ксения Желенкова, Валерия Чирикова, Яна Карпенко, Евгения Чекинова, Анна Горанян и Маргарита Ибраева. Ну а в завершении церемонии награждения юные градцы еще раз порадовали всех гостей спортивного праздника, исполнив несколько красивых показательных выступлений. Ровно неделя осталась до того момента, как будет названо имя нового Ахтубинского мэра. Уже в это воскресенье, 14 апреля, состоятся досрочные выборы главы муниципального образования города Ахтубинск. Муниципальный избирком призывает горожан проявить активность и реализовать свое гражданское право на выборах главы города. Ну а пока в рамках предвыборной агитации кандидаты продолжают публиковать и озвучивать свои предвыборные программы, в частности на телестудии АТВ-центр. Обращаем внимание зрителей, что завтра, 9 апреля, состоится заключительный прямой эфир с участием всех шестерых кандидатов, баллотирующихся в мэры. На прямой эфир приглашены Вячеслав Архипов, Геннадий Братусев, Сергей Заблоцкий, Сергей Луцев, Рафаэль Мухамедов и Антонина Шубина. Совместное агитационное мероприятие начнется в 17 часов 55 минут. Удачного вам начала новой рабочей недели и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова